Заниматься спортом многие все же предпочитают под музыку, особенно в тренажерном зале, особенно если речь идет о силовом экстриме. Такой вид деятельности теперь будет развиваться и в нашей республике. О ближайших перспективах сегодня говорим с президентом Федерации силового экстрима Кабардино-Балкарии Беталом Губжевым. Доброе утро, Бетал. Здравствуйте. Всем доброе утро. Бетал, расскажи, пожалуйста, как вообще попал к нам силовой экстрим? Вы знаете, силовой экстрим у нас как бы и было давно, в принципе, но не было организации, федерации. Он очень популярный, как вы знаете, и по России, и по всему миру. Мы как бы взяли его на заметку и решили как бы развивать. Основная причина вот того, что мы взяли силовой экстрим, заключается в том, что сейчас вот рассматривается аккредитация силового экстрима. И если оно получит признание, то вид спорта станет официальным. И мы сможем уже, в принципе, выезжать на соревнования официально, нас будут командировывать. Силовой экстрим сейчас идет к тому, чтобы стать именно спортом официально. До сих пор, до сегодняшнего дня он шел как шоу. То есть организовывали множество турниров для школьников, для взрослых, для девушек. И они как такие зрелищные дисциплины шли. Но сейчас рассматриваются, опять же, вот именно нормативы и стандарт. Но вот в Кабардино-Балкарии он будет с нуля развиваться? Или все-таки уже есть какая-то группа спортсменов, какой-то потенциал у нас? Силовой экстрим хорош тем, что он может в себя взять спортсменов из тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, масс-рейслинга. То есть он как бы такой доступный вид. И в принципе у нас база уже есть. То есть любой человек, который имеет хоть какую-то подготовку силовую, может принять участие спокойно в силовом экстриме. Очень интересный вид спорта. Ну что будет? Чуть-чуть о виде спорта расскажи, пожалуйста. Мы действительно видели и шоу, и соревнования неофициальные, как ты говорил. Что такое спорт? Силовой экстрим как вид спорта? Силовой экстрим – это вид спорта, опять же повторюсь, который впитал в себя очень много видов. Почти все силовые виды. Оно имеет около 200 дисциплин. Это очень много. Есть такие упражнения, как, допустим, камень атласа, прогулка фермера. То есть суть заключается в том, чтобы спортсменов нагружать разными упражнениями. И он проходит в разные этапы. То есть по баллам очень интересный для всех силовиков. То есть элемент шоу он не потеряет? Нет, элемент шоу он точно не потеряет. Он сейчас набирает очень сильные обороты. Основная причина в том, что сейчас, на данный момент, и в республике, и на Кавказе, и в России силовые виды, вообще вот эта физкультура, она очень сильно развивается. Я вам просто пример приведу. Вот, допустим, 7 лет назад в Нальчике было около 5 залов. Сейчас, на данный момент, только в Нальчике почти 40 залов. Это явный признак того, что вот эта дисциплина, силовые виды, бодибилдинг, силовой экстрим, пауэрлифтинг, они очень сильно развиваются. Люди хотят быть здоровыми. И вот это все способствует развитию. Для тебя это уже, по-моему, третья федерация, да, которую ты открываешь в Кабардино-Балкарии. Насколько может быть волнительно? Где-то может быть страшно? Или вот ты готов уже к такого рода? Знаете, как всегда новый вид спорта брать, волнительно, конечно. Мы думали, мы высчитывали. Но силовой экстрим – это вид спорта, действия моего, допустим. Все мы ранее смотрели эти передачи, где поднимали камни, таскали машины. Как бы он очень известный, популярный, но вот сейчас как-то мы к этому пришли и хотим развивать у нас в республике. Какие-то отдельные, может быть, условия нужны для того, чтобы развивать этот вид спорта? Или, в принципе, все в залах можно сделать? Знаете, как у нас база давно существует. Опять же, это залы, это спортсмены. Не было до сих пор организации. Мы решили на себя это взять. Я лично на себя это взял. Сейчас мы с тренерами договариваемся. До конца года у нас задача купить оборудование. И в 2020 году мы, наверное, начнем проводить соревнования и будем более акцент делать на силовой экстрим. Ну что ж, я желаю вам удачи в вашем начинании. Спасибо, что сегодня пришел в студию. Витал Губжев, президент Федерации силового экстрима Кабардино-Балкарии, был сегодня с нами этим утром. Еще раз добрым утром и хорошего дня тебе. Спасибо. Пользу приносят и занятия йогой, улучшение самочувствия и настроения, повышение концентрации и производительности труда. Вот лишь некоторые из положительных эффектов, которые дает йога. Так что забываем о лени.